Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю про ссылку в описании к этому ролику о нашем телеграм-канале с торговыми идеями. Обязательно переходите, подключайтесь, очень много контента, который поможет вам ориентироваться в целом в событиях и в новостном фоне финансовых рынков. Сегодня долгожданный день, потому что сегодня вечером традиционно, если говорить про московское время, 21.00 решение Федрезерва по ставке и в 21.30 спустя полчаса после этого пресс-конференции руководства американского регулятора. Прежде всего, нас интересует позиция, конечно же, Джерома Паула, потому что мы прекрасно понимаем, что на текущем этапе ставки, разумеется, меняться не будут. Это заседание мы ждем очень долгий период времени. В последние недели копили очень много статистики и пытались, в принципе, предположить, как эти макроэкономические данные повлияют на решение регулятора. И от того, друзья, как рынок сегодня отреагирует на риторику Федрезерва, будет зависеть будущее всех финансовых активов без преувеличения, будет сказано, потому что точно завтра уже будем говорить о совершенно других уровнях по американской валюте, по американскому фондовому рынку. И учитывая то, что сегодня будет серьезное изменение именно динамики бакса, конечно же, все рисковые активы, которые котируются против него, также придут в мощные движения. То есть я заранее, друзья, делаю акцент на то, что это событие ни в коем случае нельзя недооценивать. Оно будет очень взрывным для вообще понимания всех глобальных тенденций, оно точно раскачает финансовые рынки. И если даже вы прекрасно знаете, как и что вы будете делать сегодня и уверены в своей правоте, я рекомендую еще раз подумать и хотя бы допустить то, что рынок может показать обратную динамику. Поэтому обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это очень важно. Что касается сегодняшнего события, напоминаю, что итоги двухдневного заседания американского регулятора это фактически ответы на вопросы, будут ли в ближайшее время меняться основные параметры денежно-кредитной политики США. Это процентная ставка и программа количественного осмельчения. Если мы сейчас попробуем крупными мазками оценить глобальное рыночное настроение, то практически все отовсюду, везде, в каждой статье, в каждом обзоре говорят, что рост инфляции настолько критический, что ФРС не может игнорировать дальше якобы этот очевидный для всех риск. И ФРС уже сейчас должен подумать о том, чтобы вмешаться в ситуацию. Ну вот просто откройте несколько статей, которые будут посвящены сегодняшнему событию Федрезерва, и я вас уверяю, друзья, вы увидите, что в этих статьях будет черным по белому прописано, что ФРС сегодня готовится к жесткой риторике и может сообщить общественности, что он увидел эти риски инфляционного давления, поэтому готов корректировать эту политику, которую проводят. Только исходя из этих ожиданий я, как идея, предлагаю вам допустить, что, скорее всего, ФРС так не поступит. Я более со своей стороны скажу, что американский регулятор сегодня с вероятностью почти 99% повторит важное сохранение стимулирующей политики. ФРС на текущем этапе, когда американская экономика только восстанавливается, не будет провоцировать серьезную волатильность на фондовом рынке, на рынке облигаций. А к этой волатильности как раз могут привести любые изменения, даже риторики. Друзья, не нужны конкретные решения о сворачивании программ количественного смягчения выкупа облигаций и изменения процентных ставок. Даже достаточно просто проронить одно лишнее, ненужное слово, и рынок сам сюда думает. ФРС не может позволить себе допустить такую ошибку. Не сейчас, потому что если на рынке начнется тотальный сброс всего, что имеет отношение к риску, если трейдеры начнут паниковать, это аукнется на темпах восстановления американской экономики. И все, что она набирала в рамках 2021 года, все это будет отброшено ровным счетом назад на начало этого календарного периода. Поэтому стимулирующая политика американского регулятора, она должна остаться такой в течение еще какого-то периода времени. Какого никто не знает, друзья. Но под каким-то периодом времени я подразумеваю еще несколько кварталов точно. Поэтому, на мой взгляд, сегодня ФРС возможно пересмотрит прогнозы экономического роста. Точнее, я уверен, что он это сделает. Их значительно улучшит, потому что все уже ожидают рост американской экономики процентов на 7. И параллельно с этим повторит, что мандат ФРС это отслеживание показателей по занятости и по инфляции. И на основании прогресса в обоих этих направлениях принимаются решения о корректировке денежно-кредитной политики. Ну, то есть, вы понимаете, я сейчас не буду повторяться, я веду к тому, что на рынке труда проблемы, они всем известны и очевидны. Поэтому тем, кто забыл об этом, ФРС сегодня напомнит и оправдает свое решение о сохранении стимулирующей политики. Ранее я очень много рассказывал вам о том, почему тот рост инфляции, который мы видели, это временный рост. И, кстати, вчерашний отчет по роничным продажам, который оказался не таким хорошим, это даже мягко сказано, как прогнозировали многие, спад на 1,3%. Друзья, просто подумайте, что означают показатели роничных продаж. То есть, если бы на рынке сейчас был ажиотаж, если бы мы с вами говорили о потребителях, которые не думают о глобальных тенденциях, а просто видят сейчас, что инфляция растет, цены на все растут. И если бы они предположили, что этот рост цен продолжится, то разве бы мы не видели бы сейчас высокие показатели роничных продаж? Разве бы сейчас люди не выстраивались в очереди, чтобы купить то, что им даже совершенно не нужно? Очень много прецедентов в разных регионах было. Может быть, вы даже вспомните о такого рода событиях. Но роничные продажи сейчас в Штатах не растут. Это значит, что потребители понимают, что не имеет смысла сейчас покупать что-то по высоким ценам, потому что через какой-то период времени цены нормализуются. Из-за того, что завершится вот этот бум, связанный с отложенным потребительским спросом и снятием карантинных ограничений. То есть, я об этих факторах временного характера говорил ранее. Поэтому для меня роничные продажи вчерашние – это еще один индикатор того, что инфляция не станет и не будет угрозой, и уж тем более не будет стимулом для американского регулятора отказаться от стимулирующей монетарной политики. Но по факту мы все узнаем сегодня в 21.30 по московскому времени, потому что в этот момент начнется пресс-конференция Павла. Я буду ее наблюдать, друзья. Завтра, безусловно, первым делом на брифинге расскажу вам обо всем самым интересном. И если все будет вот так, как, я думаю, может произойти, поскольку я придерживаюсь позиции именно снижения курса американского доллара, то вполне, что завтра индекс американской валюты будет уже ниже 90 пунктов. Если мы увидим развитие иного сценария, то тогда нужно будет уже разобраться, посмотреть, почему так произошло. Но пока не будем говорить об альтернативном сценарии. Если вас интересует моя точка зрения, если вы понимаете те аргументы, которые я вам озвучиваю, вы должны, в принципе, знать и видеть вот эти перспективы этого снижения бакса. По золоту, соответственно, есть очень высокие шансы быстро восстановиться в районе 1900 долларов за тройскую унсу. И то же самое можно сказать про динамику прочих рисковых активов. Евро против доллара вполне реальная цель 1,22. Сегодня, наверное, опустим национальный фон, к нему вернемся позже, потому что сегодня рынок заряжен только лишь ожиданием, предвкушением того, что скажет АФРС. И статистику, какие-то события, связанные с перспективами восстановления европейской экономики, даже перспективами снятия, окончательного снятия ограничений в Англии, это все не имеет значения. А по поводу других рисковых инструментов, фондовую секцию я обязательно также хочу отметить. Американский фондовый рынок сейчас на отметке 4245 пунктов. И при подтверждении стимулирующей позиции ФРС мы легко можем увидеть значение 4300 и выше. И рынок нефти, который без отката продолжает расти, это, опять же, еще один момент и актив другой секции, энергетической. Я знаю то, что многие из вас находятся в длинных позициях и задают вопросы, докуда нефть может вырасти. Я думаю, друзья, это 78,80. На долгосрок ближайший целевой ориентир 75. Запасы сегодня в 17.30 по московскому времени, скорее всего, покажут снижение как запасов нефти, так и запасов бензина. Поэтому 75 долларов за баррель – это, в принципе, ожидание в рамках текущей торговой сессии. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошего торгового дня. Всем пока.